СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И даже если бы исключить момент сознательного или полусознательного предательства этой верхушкой, то достаточно посмотреть на тех людей, которые ее составляли. Это продукт разложения советской номенклатуры во всей красе. Одни – плачущие большевики, другие – дубоватые Егоры Легочевы, которые правильных глядов придерживались, но абсолютно не могли играть. И вот если посмотреть, взять групповой портрет – позднесоветское политбюро середины 80-х годов. и посмотреть, кто им противостоял из-за океана в это время. Я не идеализирую, ни в коем случае не завышаю потенциал американской элиты того времени, но достаточно сравнить Кейси Киссинджера с одной стороны, ну и тех людей, которых я назвал. Это, как Высоцкий пел, как школьнику драться с отборной шпаной. И не случайно эти люди проиграли. Горбачев в одном из своих уже, так сказать, после советских выступлений сказал, что он всегда мечтал развалить Советский Союз, что он был, так сказать, антикоммунист. Это хорошая мина при плохой игре. Он хотел не этого, но так получилось. Когда мы говорим о роли личности в истории, я не уверен, что, так сказать, Горбачев – это личность политического масштаба, это человек, оказавшийся в определенном месте в определенный момент. В крушении Советского Союза ведь до сих пор не разобрались. У нас заирлычили советский строй как тоталитаризм, и следствие окончено, забудьте. Но это не решение вопроса. На самом деле, крушение Советского Союза – это очень интересный и теоретический, и практический, и конспирологический вопрос, который до сих пор не разобран. И чтобы понять, как и почему рухнул Советский Союз, нужно хорошо представлять, как работал мир, капиталистическая система во второй половине XX века. К сожалению, у нас капитализм всерьез перестали изучать в середине 50-х годов. Начетчики по научному коммунизму и историческому материализму не нашли ничего лучшего, как переписывать в середине 50-х годов труды западных коммунистов, затем леволибералов, ну а затем пришла пора консервативных ничтожеств вроде Поппера и Хаека. В любом случае, своих исследований практически у нас в середине 50-х годов не было. А именно в этот момент на Западе появился социальный слой, которому суждено стать было могильщиком и традиционной буржуазии западной, ну и Советского Союза. Слой этот называется корпоратократия. Это слой чиновников, бизнесменов, спецслужбистов, которые были связаны с транснациональными корпорациями. Оформился он, безусловно, благодаря Второй мировой войне. Ну а явил он себя впервые со стеклянной ясностью, как сказал бы Набоков, в 1953 году, когда были свергнуты два правительства – Хакоба Арбенса Гусмана в Гватемале и Масадыка в Иране. И свержения эти были очень интересны. Они были проведены ЦРУ, но в интересах не столько государства США, сколько в интересах некоторых транснациональных корпораций. Корпоратократия, в отличие от государственно-монополистической буржуазии, которая готова была сосуществовать или сожительствовать как угодно с Советским Союзом в глобальном масштабе, вот корпоратократия не готова была к этому. Она была действительно глобальной, и она проникала везде. Она должна была, чтобы реализоваться, стать глобальной. И с того момента, когда Советский Союз начал активно и в большом количестве продавать нефть на мировой рынок, а рубеж здесь качественный, середины 50-х годов, в чем продавать стали сначала по политическим причинам, потому что Гамалев Дальнасар убедил Хрущева, что нужно продавать нефть по дешевым ценам, чтобы рухнули арабские режимы. В арабских режимах рухнуло ровно два всего. Это Ирак, 58-й год, и Ливия, 69-й год, когда к власти пришел полковник Каддафи, герой сегодняшнего дня. Но кроме этих двух режимов ничего больше не рухнуло. А вот в Советском Союзе начал формироваться кластер интересов, тесно связанной с интеграцией советской номенклатуры в капиталистическую систему. Затем к торговле нефтью добавилась торговля драгметаллами. Очень быстро к этому подключились те, кто занимался помощью друзьям, коммунистическим партиям сквозь помощью драгоценных камней. Иными словами, уже на рубеже 60-х, 70-х годов в Советском Союзе возник сегмент корпоратократии. Корпоратократия действительно не знает границ. Это протоглобальная группа. Когда мы говорим, что некая пятая колонна развалила Советский Союз, это эмоциональный метафорический подход. Она с точки зрения Советского Союза действительно была пятой колонной. Это часть номенклатуры, часть наших спецслужб, теневая экономика. Она действительно была пятой колонной с точки зрения Советского общества. Но с точки зрения глобальных процессов, она была всего лишь советским сегментом корпоратократии, которая рассчитывала интегрироваться в мировую корпоратократию, не в качестве шестерок, а в качестве желанных гостей за столом. Получилось по-другому. Интеграция получилась не у всех и не для всех. Но те, кто наиболее активно проявил себя в сдаче Советского Союза, они получили свою банку варенья и корзину печенья. И могут теперь рекламировать пиццу и сумки Виттон, Луи Виттон. Иными словами, само крушение Советского Союза нужно рассматривать в контексте развития капиталистической системы. Это не значит, что Советский Союз был обречен. В Советском Союзе был структурный кризис. Но дело в том, что любой структурный кризис можно превратить в системный. Я хочу напомнить, что в 88-89 годах в Советском Союзе работала группа американских экономистов во главе с Нобелевским лауреатом Василием Леонтьевым, которые сказали, что у Советского Союза в экономике есть проблемы, а у кого их нет, еще были тяжелые проблемы, были у Соединенных Штатов. В Соединенных Штатах в октябре 87-го года рухнул фондовый рынок, и индекс Доу Джонса в один день упал на 508 пунктов. Это 23%, то есть это абсолютный рекорд. Проблемы были у всех. Но, сказал Василий Леонтьев, в экономике Советского Союза нет таких проблем, которые требуют серьезных системных изменений. Ну, ему сказали спасибо, с почетом проводили. А вот Василию Селенину, который осмелился это повторить, ему пришлось хуже. У него, насколько я помню, если я не ошибаюсь, отобрали газету и заставили замолчать. Иными словами, у Советского Союза не было экономического кризиса системного в конце 80-х годов. Потом это подтвердит в 91-м году Маргарет Тэтчер, когда она скажет две замечательные фразы. Во-первых, то, что это мы сделали Горбачева генсеком. Ну, это перебор. Но то, что Запад сыграл роль в избрании Горбачева, это действительно так. Он не случайно ездил, несмотря на 84-м году. Но она также сказала, выступая в Хьюстоне, в Институте нефти, значительно более интересную фразу. Она сказала, что Советский Союз в 80-е годы не представлял за Запада военной угрозы, потому что у Запада был адекватный ответ. А вот экономическую угрозу Советский Союз представлял серьезную, потому что плановая экономика, помноженная на моральные стимулы, грозила тем, что Советский Союз выбьет Запад со значительной части мирового рынка. Ну, понятно, что за этим произошло бы. Либо Запад должен был производить, тогда проводить бы социальные реформы левого типа, либо начинать мировую войну. В любом случае, и то, и другое, стрёмно, проблематично. Но для нас важно вот что. Тетчер в 91-м году признала, что Советский Союз в 80-е годы представлял для Запада экономическую угрозу. И это была проблема для Запада быть или не быть для господствующих групп Запада. Так же, как, скажем, ситуация в Америке во второй половине 30-х годов. Быть или не быть США. Чтобы быть, нужно начинать Вторую мировую войну. Иными словами, дело не в Горбачеве. Горбачев оказался выдвинут той частью советской номенклатуры и советских спецслужб, которые решили превращаться в собственников. Американцы, безусловно, ускорили этот процесс, обрушив нефть. И как бы подталкивая этих ребят. Ребята, вы хотите в собственников превратиться? Вы хотите сохранить потребление на уровне 80-х годов? Если нет, ну, пожалуйста, затягивайте пояса и возвращайтесь на уровень потребления начала 60-х годов. Ах, не хотите в хрущевское время? Ну, тогда рушьте страну, превращайтесь в собственников. Но это означало автоматическое обрушение страны. И, собственно, при Горбачеве и были приняты два, так сказать, закона, которые разрушили страну. Это закон об индивидуальной трудовой деятельности, который легализовал теневую экономику. И закон об индивидуальном предприятии, который разрушил потребительский рынок. После этого крушение. Вот это означало начало системного кризиса. Так что проблема не в личности Горбачева. Хотя, так сказать, он, безусловно, символ. Символ некомпетентности и предательства. Разваливший великую державу, Советский Союз не был обречен на поражение. Но часть корпората Кратии, поставив Горбачева и вытолкнув его, кстати, эти люди до сих пор остаются в тени. А Горбачев купается в сомнительной славе. Продолжение следует...